Привет всем! В сегодняшнем видео поговорим, как подготовить себя и быть к рождению ребенка. Особенно это видео будет актуально для мамочек, которые будут держать своего ребенка одни, без многочисленных помощников, бабушек, сестер, других остальных родственников. Но, наверное, может быть и какие-то уловки и программы, которые я вам сегодня в этом видео предложу. Понравится я остальным мамочкам, так что приступим. О том, что ребенком буду заниматься и бытом ребенка буду заниматься я одна, я задумывалась уже в четырехмесячном, в четырехмесячном пару моей беременности, поэтому я уже поняла мои минусы. Имеется ввиду минусы в том, что уже у меня мало будет времени для уборки, а я идеалистка, у меня будет очень мало времени для какой-то готовки, потому что все-таки ребенок, с ним надо заниматься, за ним надо ухаживать, и за собой у меня должно остаться времени. И для этого мне нужна гиберорганизация. И первое, чего я нашла, я просто сделала генеральнейшую уборку, не в плане того, что я все помыла, вымыла и очистила, а в плане того, что я просто размусорила. Я выкинула старую мебель, которая мне не нужна, заменила на новую, какую-то более практичную. Я сделала перестановку, ну не я, конечно, а муж сделал перестановку мебели. Я это все делаю заранее. Это первый пункт. И потом я поняла, что мне нужно найти что-то, что для эффективной уборки. Просто не в состоянии, конечно, с ребенком надо убираться каждый день, но надо это делать эффективно, а я очень линейный человек в плане уборки. Я понимаю, что это не очень хорошо. И прочитав книжку Fly Lady, мне она очень понравилась, потом посмотрев очень много видео на ютубе на эту тему, про эту программу. Вот эту программу я адаптировала к себе. И уже два года ее практикую и могу спокойной души сказать, что я просто забыла слово генеральная уборка. Какое-то слово намученная уборка целый день убирает. У меня всегда дома сейчас чисто и полы, у меня нету посуды, у меня все убрано, у меня в шкафах всегда порядок. Реально эта программа работает, так что я обязательно оставлю ссылочку на какой-то сайт, с которым вы можете начать, прочитать что это, прочитать книжку, и может быть вам она тоже понравится, и вы будете практиковать ее. Но мамочкам, например, которые просто хотят изменить свою жизнь, вот я сейчас смотрю очень хорошего блогера, ее канал называется BabyNik, и у нее в своих видео она начала такой замечательный проект, называется проект счастья. Сперва, конечно, надо прочитать книжку, о которой я говорю в своих видео про покупки, про подарки на Новый год. Этот проект заключается в том, что постепенно каждый месяц вы какие-то интересные привычки в своей жизни тряете. Если вы мамочка, что которая просто хотит изменить свою жизнь, вот заходите на канал, очень интересно, может вы тоже этот проект начнете. А второе, о чем я задумалась, я поняла, что я очень-очень-очень поздно ложусь спать. Ну, конечно же, когда у меня было ребенка, я могла себе позволить, я могла досыпать там до 11 часов. И, конечно же, не досып матери, не досып мамы, это все даже действует на ребенка. Поэтому я уже, начиная с 6 месяца своей беременности, научилась ложиться до 10 и максимум 10-30 я должна уже быть в постели. И сперва это, конечно, было очень так печально, потому что все-таки хотелось по своей старой привычке посмотреть сериал, поболтать с мужем, попить чип. Второй пунктик, что я просто спор, наверное, школьник ненавидела вставать рано. Это для меня было убийственно, даже когда я работала, это просто для меня была кадрка вставать рано, идти на работу. Конечно, с рождения ребенка я понимала, что в 6 часов мне будет подъем, и начала адаптироваться так. Как муж вставал на работу, так и я вставала на работу. Вставала, заправляла постел, чтобы уже соблазна не было туда вернуться. И начинала свой день. У меня куча времени уже свободного было. Я читала книжки, я занималась каким-то спортом для беременности, я ходила гулять, я ходила по магазинам и занималась именно собой. И, конечно же, любая домохозяйка имеет такой просто нелюбимый вопрос, который она себе задает каждый вечер. Что же приготовить? Или утром? Что же приготовить? Что было свеженько, вкусненько и всем понравилось. Поэтому я приняла привычку делать какие-то полуфабрикаты. И до того, как, ну, до даты рода я уже всю морозилку заполнила полуфабрикатами. Это будут котлетки, это будут блинчики, это будут пельмени. Заполните морозилку. Я вам обещаю, что это просто целый месяц блаженства, что вы вообще не думаете, что приготовить. И вот по программе Fly Lady, потом как-то я адаптировала к себе, я научилась делать меню на месяц. Вы не представляете какое-то спасение, вы просто смотрите вечером, что вам нужно приготовить на завтра, вы уже планируете, у вас уже все расфасовано, вы не забываете, например, вытащить курицу с морозилки. Вы это не забываете делать, и у вас на следующий день уже все это бывает готово. Так что меню на месяц это спасение точное. Ну, конечно же, отношения с мужем. Я бы не сказала, что у меня сильно поменялись отношения с мужем, но с появлением ребенка, появлением Давида. Нет, у нас отношения как были и бесконфликтные, так и остались. Но вот именно всю беременность у нас был пунктик, что мы очень много гуляли друг к другу, выходили в парк, ходили в кино, ходили в какие-то ресторанчики, кафе, вечерами очень много выходили, гуляли. Потому что мы понимали и осознавали, что, в принципе, вот эти два и три года у нас такой возможности не будет. Прям погулять одной в паре, и не думать, что надо вернуться домой, что надо покормить ребенку, что надо его искупать, надо его уложить, потому что у нас не было ни бабушек, ни дедушек, остального, ничего такого, кто бы посидел с ребенком. Поэтому мы организовали даже маленькое путешествие в Рома, такое романтичное. Я вам советую, если у вас есть возможность, обязательно организуйте во время беременности маленькое путешествие. Вы хотите с мужем гулять, выходите в кино, выходите в театр, ходите в парк, вот в любую возможность используйте, чтобы общаться с мужем, чтобы потом у вас оставались какие-то памятные фотографии, которые вы будете вспоминать, а помнишь, такая была беременна, мы туда ходили и туда, это очень приятно. Вот точно делайте это. И последнее, это что касается ребенка, его вещи, его комната, его кроватка, все заранее подготовьте. Уже, по-моему, за месяц, за месяц до родов. У меня в ящиках уже отстиранные, отглаженные вещи стояли, у меня была вся продукция для малыша, у меня уже стоял мой чемодан. И вы не представляете, как в этом плане вы уже становитесь спокойно. Если вы людей, которые суеверны, это ваше решение это все делать, но у меня другого варианта не было. Если взять, выбирать суеверие и нервнотрепка, я, конечно, буду выбирать спокойствие. Так что для своего спокойствия лучше организовать все заранее. Вот на этом все. Видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить нового видео. И, конечно же, всего хорошего настроения. Всех целую и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok